Ну что, дорогие друзья, неделя пролетела очень быстро, и значит у нас новые еженовости. Событий, в общем-то, произошло в Локомотиве не так много за прошедшую неделю, но главное, наконец-то в Локомотиве появился главный тренер. И не просто главный тренер, а со своей командой. Такого в Локомотиве не было уже очень давно, со времен Марка Никлича. После этого все время тренеры проходили, и к ним каких-то помощников добавляли, с которыми они даже знакомы не были, не очень рабочая история, если честно. И этот самый тренерский штаб уже даже первую тренировку провел, правда, пока еще нам показали маленький кусочек, надеюсь, что материалов будет больше. Может быть, даже к моменту выхода еженовостей нам уже покажут какой-то более обширный материал с Галактионовым, с его помощниками, с тренировкой основы, но пока и того, что есть, хватает. Кроме того, с момента последнего выпуска еженовостей Локомотив успел проиграть еще один матч, на этот раз Спартаку, проиграли 1-2, два совершенно разных тайма, поговорим об этом. Футболисты Локомотива уехали в сборные, и некоторые даже там продолжают оставаться. В воскресенье основная сборная, главная сборная России проведет матч с Узбекистаном, и я надеюсь, что футболистов в этой самой сборной будет задействовано больше, чем то, что было с матчей с Таджикистаном, когда, ну, собственно, вообще непонятно, зачем было брать футболистов Локомотива. И об этом тоже мы с вами поговорим, и, в общем, давайте приступим. Свершилось, свершилось, фактически на следующий день после предыдущих еженовостей Локомотив объявил о том, что главным тренером команды будет никто иной, как Михаил Галактионов. Никаких сюрпризов, все, что нам обещали примерно полтора месяца всякие инсайдеры, оно и случилось без всяких неожиданных разворотов уже в самой концовке. Да, Михаил Галактионов, теперь это главный тренер Локомотива, просим любить и жаловать. Очень много я уже говорил про Галактионов, повторяться сильно не буду, но давайте поговорим о первом интервью Михаила Галактионова, которое он дал не кому-нибудь, а изданию Гудок. Очень дальновидно со стороны Галактионова для того, чтобы понравиться РЖД. Но издание Гудок штука специфичная, поэтому никаких острых вопросов не ждите, и вообще все интервью, как и любое интервью в газете Гудок, это штука, которая призвана показать интервьюируемого с максимально положительным свете, чтобы у него не оставалось никаких вопросов. То есть эти интервью даже заверять не надо, ничего вычитывать не надо. Журналисты Гудка и так сделают всю работу за вас. И, кстати, большие молодцы, потому что некоторые интервью после матча и пресс-конференции, которые готовили журналисты именно футбольного клуба «Локомотив», не были комплементарными к, собственно, сотрудникам «Локомотива», что довольно странно. Так что Гудок справляется с этой работой даже получше. Поэтому в интервью Галактионова все очень хорошо, все очень здорово, максимально приятно глазу болельщика «Локомотива», за что журналистам Гудка респект. Но и даже в таком интервью можно найти какие-то интересные вещи. Вот, например, Михаил Галактионов говорит о том, что одна из главных задач на зимнее трансферное окно будет возвращение тех игроков, которые находятся в аренде в других командах. И даже привел фамилию Александра Сильянова. Я в целом не очень большой фалнац Сильянова. Мне кажется, что главных проблем «Локомотива» он никак не исправит. И даже, если честно, вряд ли будет выглядеть лучше наших правых защитников. Но, тем не менее, это футболист сборной. И почему футболиста сборной мы отдали в аренду, а сами играем без него, это, конечно, огромный вопрос к Тому Суцорну, как и по аренде ряда других ребят. Евгений Морозов, Максим Петров. В общем, есть ребята в арендах у «Локомотива», которых можно было бы вернуть и тем самым добавить конкуренции в различные линии. Да, собственно, зачем их было отдавать, абсолютно непонятно. Но не знаю, получится ли их вернуть. Например, по тому же Сильянову на неделе выступил Вадим Шпенев и говорил о том, что, ну слушайте, там вообще-то арендный договор на целый год, поэтому где будет играть Сильянов дальше, будем говорить вот весной. Пока он в Ростове никуда оттуда не уйдет. Ну вот, вряд ли, видимо, зимой мы увидим Сильянова в «Локомотиве». Кроме этого, Галактионов говорит о том, что усиления нужны в каждую линию. Это любой тренер в любой команде говорит, причем одними и теми же словами. Говорит о том, что среди его кумиров в тренерском деле есть Юрий Семин, Валерий Газаев, Олег Романцев. И то, что иностранная школа не такая уж крутая, как о ней принято говорить. Ну и еще много всяких таких вот полуинтересных вещей. И в том числе корреспондент Гудка задал потрясающий вопрос, верит ли он в том, что «Локомотиву» по силам побороться за тройку сильнейших. Проблема в том, что у «Локомотива» после 17 туров 13 очков. Даже если в оставшихся 13 турах «Локомотив» наберет максимум 39, все равно будет только 52. И только один раз за последние 10 лет команде, набравшей 52 очка, удавалось залететь в тройку сильнейших. Но это очень мало. Нужно 56, 57. Вот это вот уже некая гарантия. Нам бы как-нибудь вылет избежать. Вот это вот более задача, которая стоит на повестке дня. Ну, надеюсь, что буквально 3-4 победы на старте первенства, как завещал нам Найрти Кнезян, и все будет хорошо. Кроме того, в этом самом интервью «Галактионов» анонсировал, правда, без имен. А вот прямо сейчас, когда я записываю это видео, официальный сайт «Локомотива» представил команду «Галактионова». К Олегу Пашинину и Дмитрию Ласькову, которые остались в «Локомотиве», остались в тренерском штабе, добавились 3 человека. И это 3 человека, которые работали с «Галактионовым» что в Нижнем Новгороде, что в молодежной сборной России. Кстати, в молодежной сборной России «Галактионов» продолжает работать. И вот на днях он обыграл сборную Сербии со счетом 4-0. Официальный канал «Молодежки» в Телеграме решил не уточнять, какая это была сборная Сербии, большая, взрослая или молодежная. Просто обыграл «Сербов» 4-0. Очень приятно. «Галактионов» топ. Ну, по работе с молодежной сборной России, так уж точно, кого только не обыгрывал. В общем, 3 человека добавилось в штаб локомотива. И это Кирилл Жинкин, человек, который будет заниматься физподготовкой. И на видео он как раз, кстати, уже ведет подготовку физической формы у наших ребят. А не Лусио, который занимался этим на предыдущем видео и на всех предыдущих видео с момента ухода Хэмерли. Это Владимир Савченко, человек, который стоит за камерой. Он работал раньше в локомотиве, работал в молодежном команде локомотива, работал в казанке. До этого был таким больше оператором, больше снимал, ну и вырезал нужные фрагменты тренеру. Теперь он уже представляется в должности видеоаналитика. Человек, который уже сам решает, какие фрагменты ему вырезать, на что обращать внимание, добывает нужную информацию для главного тренера, ну и может быть для игроков. Насколько я понимаю, с момента ухода корнетки у нас такого человека не было. Корнетка, который ушел еще в конце февраля, в начале марта. Это важная работа, честно говоря, не знаю. А, ну у нас Борис Цгоев для этого есть. Замечательный, один из самых старожилов локомотива. Борис Цгоев умеет снимать, умеет вырезать. Ну вот теперь этой задачей будет заниматься Владимир Савченко. Ну и главный помощник Михаила Галактионова это Олег Левин. Человек, которого я, например, очень хорошо знаю, потому что Олег Левин много работал в детско-юношеских командах Москвы. Возглавлял одну из сборных Москвы, с которой ездил на первенство России. И, ну, в целом доводилось очень много с ним общаться. И что я могу сказать, по крайней мере, про Владимира Савченко и про Олега Левина, я не знаю, к сожалению, не знаком с Кириллом Жинкином лично, но вот про этих двоих я точно могу сказать, что это максимально интеллигентные люди, с которыми очень приятно разговаривать на самые разные темы. И мне кажется то, что Михаил Галактионов, в принципе, по такому принципу себе штаб и составлял. То есть эти люди, которые на одной примерно волне, и сам Галактионов производит впечатление очень интеллигентного человека, от которого там матного слова не услышишь. И тренерский штаб у него под стать, вот, главному тренеру. Думаю, что это неплохо. По крайней мере, как я уже сказал в затравке к ролику, впервые за очень долгое время в Локомотив приходит главный тренер со своим собственным тренерским штабом. И это, конечно, очень и очень здорово. До этого, ну вот, Марк Никольевич приходил с двумя своими помощниками. После этого у нас Гиздаль, который пришел с Зибрихтом, который вообще не является тренером. И ему там давай сначала Ласькова с Пашининым, которых он, по-моему, не очень сильно хотел. По крайней мере, была какая-то история с их отстранением. Потом туда добавили Компера. Потом Компер стал главным. И тоже, видимо, не сработался с Ласьковым и Пашининым. Ему дали Хапова. Потом ему дали Цинбаура. Потом Цинбауру дали Фадлу Дэвидса. В общем, все это недолго работало. И каждый раз это все какой-то хаос был. Какая-то постоянная неразбериха. Мне кажется, что синергии между главным тренером и его тренерским штабом у нас давненько не наблюдалось. Вот со времен Марка Никольевича, а до этого со времен Юрия Семина. Так что, ну, хуже, чем при Андрея Федорове, точно не будет. Слава богу, то, что с Андреем Федоровым распрощались, пообещали ему найти какую-то должность в клубе. Но уже мы видим то, что на тренировках он не присутствует. И слава богу. Тренировка Локомотива пока обходится без части наиболее важных для нас футболистов. И несмотря на то, что Локомотив находится аж на 14 месте, трех футболистов вызвали в главную сборную. Одного Галактенов вызвал в молодежку. И еще одного вызвали в юношескую сборную. Это Вадим Райков в команду 2005 года рождения. Эти команды уже провели свои матчи. Первые, по крайней мере. И основная сборная, взрослая сборная России, сыграла со сборной Таджикистана в нулевую ничью. Я вот, честно говоря, перед тем, как записать это видео, решил посмотреть это замечательное, увлекательнейшее зрелище. Чуть не уснул. И если вот вам кажется, что у меня слипаются глаза, вам не кажется. Я действительно очень сильно захотел спать, пока смотрел этот футбол. Сборная Таджикистана, если не ошибаюсь, находится примерно на 108-м месте в рейтинге FIFA. И, ну, если подумать, кто был ближе к победе в этом матче, то, ну, сборная Таджикистана, наверное, почаще угрожала воротам сначала Селихова, затем недолгое время Писякова и потом уже Шунина. И, кстати, хочу пожелать здоровья Писякову, потому что, ну, понятное дело, что все соперники в российской премьер-лиге, но когда футболист травмируется на ровном месте в абсолютно никому не нужном, ничего не значащем матче, это всегда обидно. К Писякову у меня громадное уважение, отличный вратарь. Я думаю, что вот когда недавний матч Ростова смотрел, поймал себя на мысли, что будь у нас в этом сезоне Писяков, возможно, падение Локомотива не было бы таким глубоким. Очень уж он много спасал ворота Ростова в последнем матче. От Локомотива в этой игре принимал участие Антон Миранчук, да и то всего один тайм. Не знаю уж, почему Валерий Карпин решил именно так распорядиться футболистами Локомотива, которую он вызвал, но Баринов и Крупукас весь матч просидели на лавке, а Антон Миранчук, собственно, отыграл первый тайм, особо ничем не запомнился и ушел на замену, заменил его то ли Захарян, то ли Сочевой, не столь важно. Но можно сказать, что в этом матче против Таджикистана вообще никто не выделялся, кроме, наверное, Сергея Пеняева. Самый молодой дебютант сборной России за все время обогнал Акинфеева на 5 дней. Он старался, он бегал, он нагнетал, но у него тоже особо ничего не получалось, поэтому матч получился ужаснейшим. Наверное, худший матч, который я смотрел в этом сезоне, а я посмотрел все матчи «Локомотива» с Андреем Федоровым, так что какой-то опыт просмотра ужасных матчей у меня есть. Молодежная сборная под руководством Михаила Галактионова ездила аж в Белград и сыграла там конспирологический футбольный матч, его не показывали, до поры до времени даже не объявляли, с кем играют, но объявили стартовый состав, и в воротах молодежки Галактионова появился Даня Худюков, с чем его и поздравляем. Первый шажочек навстречу главному тренеру «Локомотива» сделан. Не знаю, сыграл ли он весь матч, или его заменили в перерыве, опять же, никакой информации у меня по этому поводу нету, но сборная выиграла 4-0, поэтому Галактионова тоже поздравляем. Отличная работа проведена, действительно, молодежка играет очень и очень здорово. Чего не скажешь про сборную 2005 года рождения под руководством Владимира Волчика, куда поехал Вадим Раков. Он вышел тоже в стартовом составе против белорусов, и сборная России проиграла 2-4. По крайней мере, если верить информации на официальном сайте Российского футбольного союза, была трансляция этой игры, но по этой трансляции невозможно понять вообще ничего. Например, в какой-то момент счет с 0-0 становится 2-1, и как я не мотал, как я не искал, на промежутке от 0-0 до 2-1 ни одного гола ни одна из команд не забивала. Поэтому очень странная история. В авторах голов Вадима Ракова не числится. Сам матч я не смотрел, смотреть его было очень тяжело. Трансляция скорее напоминала слайд-шоу. Может быть, в промежутке между двумя кадрами команды три гола изобили. Но, в общем, вот так вот. Проигрываем белорусам, при том, что 2005 год в России на самом деле очень сильный. Кроме, собственно, невероятно крутого Локомотивского 2005 года, откуда практически Волшик никого не берет, кроме Ракова и Щетинина Миши. Есть же еще зенитовские футболисты, есть Рубинский Макаров, есть замечательные ребята в Спартаке, в ЦСКА. Как можно, имея настолько классный материал, проигрывать белорусам, честно говоря, не очень понимаю. Но это Владимир Волочек, с ним такое случается довольно часто. Ждем ребят поскорее в родные пенаты, но сборной главной под руководством Карпина еще играть с Узбекистаном. Там, я надеюсь, что Крапукасу и Баринову уже дадут побольше времени. Собственно, подозреваю, именно так главный тренер нашей сборной поступит. Кому-то даст больше времени с Таджикистаном, кому-то даст больше времени с Узбекистаном. Ну, а кто-то в равных частях сыграет и там, и там. Но я надеюсь, что обойдется без травм. Я надеюсь, что все очень скоро уже вернутся и будут тренироваться под руководством Михаила Галактионова. Кстати, интересно, что будет после того, как будут сыграны на следующей неделе два кубковых матча. Потому что дальше команда после 27 ноября, когда сыграет свой последний матч на кубке, может фактически уходить в отпуск на полтора месяца, да, до середины января, когда обычно начинаются зимние сборы. Но Галактионову нужно провести достаточно большую работу по тому, чтобы сплотить ребят, чтобы какие-то свои мысли до них донести. И, возможно, даже после того, как последний матч закончится, Галактионов оставит еще их на недельку. А может быть, он их отпустит, а потом соберет еще где-нибудь в середине декабря, в конце декабря, в Манеже, например, в Локомотивском. В общем, есть над чем подумать, пока никаких планов не разглашали. Но это точно нужно будет делать. Точно нужно больше времени Галактионову дать на знакомство с командой. Каждый день, каждая неделя на громадном счету. Пока же всех этих сборников нету. В главную команду вызвано огромное количество молодежи. Такого десанта игроков молодежной команды я не видел в основе очень давно. Там есть и те, кого мы уже более-менее привыкли видеть. Например, Алексей Батраков появился достаточно давно. Данил Попов вообще там на сборы еще летние ездил. Как ездил? В Баковке они проходили. Но, в общем, Попов в них тоже участвовал и даже выходил в товарниках, например, против Динамо на стадионе РЖД-Арена. Многие могли его видеть. Но кроме этого, кроме этого, мы увидели ряд футболистов, которых раньше на сборах с основной командой я, по крайней мере, не видел. Например, вратарем команды на некоторых фотоснимках был Тимофей Митров. Это тот самый как раз футболист 2005 года рождения, который не нужен почему-то Владимиру Волчику, хотя был признан лучшим вратарем UFL 2 прошлого сезона. Ну, не буду повторяться, бог судья Владимиру Волчику. Вот Тимофей Митров находится сейчас в распоряжении основной команды. Ну, по крайней мере, находился, если уж Галактионов со штабом приехали. Наверное, и Даня Худюков тоже вернулся в основную команду. Ну, и не знаю, может быть, Митрова отправили обратно к Максиму Юрьевичу Мишаткину. Мне нравится Митров больше, чем Даня Худюков. Я его считаю более универсальным вратарем, он более уверен в себе. Отлично совершенно играет ногами, совершенно ничего не боится. И, ну, а по вратарским характеристикам, да, там реакция, игра на выходах, он ничем Дане, на мой личный взгляд, не уступает. Поэтому я рад тому, что Тимофея заметили и Тимофея пригласили. Потому что есть и другие вратари, которых тоже можно было пригласить. Например, там Саша Косяненко или Денис Уралев. Постарше ребята, которые тоже находятся сейчас в обоиме Локомотива. Но вызвали Тимофея Митрова, чему я очень рад. Кроме этого, да, например, можно было увидеть Кирилла Никишина. Кирилл Никишин провел замечательный месяц. Забил очень много голов, ворвался в бомбардирскую гонку ни с того ни с сего. И, на мой личный взгляд, очень сильно прибавил как раз вот за последний месяц. Потому что до этого, на старте сезона и там некоторые матчи потом, Никишин представлял из себя стандартного бегунка. Ему закидывают мяч, он вырывается из-за спин защитников, получает этот мяч, обводит вратаря, забивает. Некоторые мячи у него так получалось забивать. Проблема в том, что Никишин совершенно не видел линию офсайда, поэтому зарабатывал там по 5-10 офсайдов за матч. Ну и в ряде матчей просто невозможно убежать, потому что линия обороны стоит прямо внутри своей штрафной. И в этих матчах Никишин был бесполезен. Его и в запасе оставляли, и пытались там разные варианты придумать. С Чугуновым, с Ларином на острие. Все это не работало, и когда в молодежку вернули Ракова, вдруг неожиданно Никишин, может быть, почувствовав конкуренцию, начал показывать такие вещи, которых раньше никогда не показывал. Феноменальный удар с лету, классно разбирался среди многих защитников вокруг него, бил с левой ноги, бил с правой ноги. В общем, большой молодец, совершенно я не удивлен тому, что он появился в стане основной команды. Надеюсь, что он поправит реализацию стопроцентных моментов, когда нужно просто ногу поставить и мяч в ворота переправить. С этим вдруг неожиданно возникли проблемы в последних играх. Ну и без этого, да, там по три мяча за матч для него стало не проблема забивать. Есть еще более неожиданные личности. Например, на тренировке замечены Тимур Касимов и Михаил Иваньков. Их вы могли видеть и могли запомнить еще по локомотиву Марка Николича. Тогда он их вызывал на летний сбор, активно использовал, в том числе в товарищеских матчах. Касимов, например, очень многим понравился по этим самым товарищеским матчам. Но дальше им никаких шансов не давали. Они закончили сезон в Казанке. Казанку благополучно расформировали и сказали искать новое место работы. И они весь июль, весь август это место работы искали. Их никуда не взяли. Ну и заявили в любительскую команду, которая играла на ЛФК в третьем дивизионе. Касимов сыграл чуть побольше матчей. Иваньков сыграл там буквально 2-3 игры. И в последнем матче молодежного первенства Иванькова Мишаткин позвал заменить Погосного, которого забрали в основную команду. И Иваньков провел сумасшедший матч. На мой личный взгляд, он был непроходим в обороне и раз за разом выдавал чумовые просто диагонали на 70-80 метров точно в ногу. Мне очень понравилось. Я такого, честно говоря, давно не видел в исполнении защитников Локомотива. И вот все. Теперь Иваньков снова с основой. Год назад. Помните матч? Товарищеский матч с ССК. Иваньков выходит. Всем нравится. После этого его зачехляют. Он вообще без команды. Даже в Локомотиве не числился. И вот теперь он снова в Локомотиве. Но на этот раз уже в Локомотиве Михаила Галактионова. Посмотрим. По крайней мере, вот сегодня на тренировке снова он был. Кроме того, кажется, на тренировке был еще Максим Шнапцев. Я в этом не уверен, потому что на видео очень тяжело различать лица. А на фотографиях Шнапца вот именно вот так вот, как остальных ребят, не поймали. Хотя вроде как он, конечно, все-таки был на тренировке с основой. Мне Максим Шнапцев тоже очень нравится. Это крайний защитник. Может сыграть справа, может сыграть слева. И один из тех, кого я по этому сезону молодежки выделял. Хорошо подключается вперед. Он достаточно надежно играет сзади. И один из тех, кто прям выделялся в матчах молодежки своей стабильностью. По крайней мере, вот когда он играл на фланге, где играл Шнапцев, никаких проблем не было. На противоположном были. Я долго откладывал эту тему, но давайте в конце о неприятных вещах. Локомотив сыграл последний матч российской премьер-лиги. Это было на прошлых выходных. Но это было за эту неделю, которая прошла между одними еженовостями и другими еженовостями. Поэтому, ну, не обозреть это мы не можем. Проиграл Локомотив Спартаку. И в первом тайме это снова была максимально удручающая игра. Причем, эта игра была удручающая еще с момента объявления состава. Все прекрасно понимали, что Федоров в очередной раз пытается закрыться на все пуговицы. Скорее всего, у него это не получится, потому что мы играем со Спартаком, который умеет вскрывать такие команды. У него отличные индивидуально сильные футболисты. У него хорошие футболисты, которые умеют бить издали. Ну и неожиданно первый тайм Локомотив провалил ни одного удара просто даже в сторону ворот Максименко. Огромное количество навалов на наши ворота. И два гола, которые Спартак в итоге забил при полной безалаберности. В одном случае была простейшая передача между центральными защитниками. Ее проспал Дмитрий Баринов, от него рванул Квинси. Зачем-то Худяков рванул, заработал пенальти. Ну и 1-0. Вообще очень удобная игра для Спартака стала. Ну а затем они разорвали нашу оборону в клочья. Порвали ее на куски и забили второй гол. Только после этого Федоров решился на замену. Сначала просто по тактике. Макеев поднялся наверх. Стали играть в два центральных защитника вместо трех. И как-то, ну, чуть лучше сдерживать игроков Спартака. И самим чуть ближе подбираться к чужой штрафной. Ну а на второй тайм он вместо ужаснейших коммановера коняца выпустил и Сидора, и Керка. И вдруг неожиданно оказалось то, что Локомотив умеет играть в футбол. И Локомотив несколько раз был очень близок к тому, чтобы забить. В одной ситуации я лично считаю то, что судья должен был назначать пенальти. Но даже Вары не посмотрели. Там еще Керк в штангу попал. Было несколько опасных плотных ударов. Например, Антон Миранчук выходил на ударную позицию. И в концовке уже на 87-й минуте Исидор наконец-то забил, когда уже Дмитрия Баринова чуть-чуть вверх двинули. Именно Дима отдал голевую передачу. И ты смотришь на этот матч и думаешь, ну, блин, ну черт возьми, вот вы могли играть как второй тайм. Но вы зачем? Вы зачем выходили на первый тайм бояться Спартака и надеяться, что вы каким-то чудом просто от него отобьетесь? На что была надежда, что у вас ваши выносы на Раканьяца будут превращаться в какие-то голевые возможности? Ну, для этого достаточно было посмотреть на игру Раканьяца против Урала. Хотя Андрей Федоров сказал то, что ему понравилась игра Раканьяца против Урала. И вообще Андрей Федоров сказал, что глядя на игры Локомотива, собственно, с Динамо, ЦСКА, Уралом, Спартаком, болельщики должны были понять то, что Локомотив возрождается из пепла. Что, блин, у меня таких удручающих впечатлений от Локомотива, как были в последних вот этих вот матчах, не было ни в одной игре до этого, когда мы вот опускались, опускались, опускались. Ну, может быть, там в Сочи очень неприятная игра была, но тем не менее даже там были какие-то возможности, и даже там была какая-то игра наравне. Просто были глупые решения тренерского штаба, такие же глупые, как у Андрея Федорова. Но тем не менее это была игра, как хотя бы немножечко похожих по уровню команд. Смотреть на то, как Локомотив хуже, чем Урал, как на две головы хуже, чем Динамо, на две головы хуже, чем Спартак, честно говоря, было неприятно. При том, что вот последний тайм, последний тайм российской премьер-лиги, Локомотив провел так, что, ну вот, играй так постоянно, ну, мы бы были где-нибудь в пятерке. Но нет, нет, мы будем играть от обороночки, потому что оборонка – это наш конек, видимо, решил Андрей Федоров. Короче, очень грустно, очень рад, что Андрея Федорова больше нету в Локомотиве. Очень надеюсь на Михаила Галактионова. Сейчас будем смотреть за его работой. Буквально там через несколько дней, в следующую среду, по-моему, у нас кубковый матч против Краснодара на выезде. Что ж, первый вызов для Галактионова. А мы с вами встретимся через неделю, где подведем первые, собственно, итоги его работы. С вами был Тим. Обязательно подписывайтесь на этот канал, поставьте лайк, если досмотрели до этого момента, значит, вам понравилось. Подпишитесь на Boosty, потому что там выходят другие материалы, в частности, то, о чем я говорю здесь, но в текстовом виде чуть-чуть пораньше. Подписывайтесь на Vast, на Twitch, на любые, на Telegram, на любые соцсети, где вы меня найдете. В каждой из них я что-то доделаю. Спасибо, пока!